всех приветствую с вами я ваш веган христолюб видео сегодня у меня называется гуни юродивый юродивый гуни это назначки а на название гундяев вестник смерти ангел сатаны лжец ибо он чадо отца своего отца лжи дьявола не столько сегодня конечно о гундяеве буду говорить ну и о гундяеве опять об рпц всей этой злобной дьявольской секте ну и в частности конечно поговорим о войне патриотизме поэтому видео пойдет в два плейлиста учителя наставники и о патриотизме и любви к врагам видео так решил назвать потому что вчера интервью смотрел гордона с невзорвом и когда гундяев тут опять опять просветился про 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 сиял что он там делать сияет в кавычках до просиял я эти поганые речи их ними лживыми стивыми злобными устами от гиены языками воспаляемым даже в своих видео вставлять не хочу во первых по причине естественно блокировки там ролика да и в принципе просто не хочу но ссылку я в описании дам на его речь чтобы не было никаких недопониманий все прямым текстом сказано в подсказку тоже добавлю и в описании и в первом закрепленном комментарии будет ссылка на его эту гнусную речь дьявольскую вот но они и просто невзоров хорошо сказал что гуни выбрала путь юродивого да что только юродивый юродивый это нормальный человек но включает дурачка ну мы по жизни да кто знает такие уродивые да то есть это здравый человек но выбросший путь дурачка публичный публичный путь внешний путь дурачка до которые правда на самом деле юродство это в том плане если в том описании какой бывает порой кто знает то же Храм Василия Блаженного, так называемый, который на Красной площади стоит, называется вообще-то Василий Юродивый. И он, в частности, и прославлен как Юродивый. Ходил он голым, только сейчас почему-то запрещают голышом фотографироваться на фоне храмов. Василий Юродивый за голову взялся. Говорят, что и какашками, и фекалиями кидался во всех. Но и Юродивый, так как они такие были, они могли себе позволить миссию и... Ну, это, в общем-то, суть пророчества. Пророки вообще, у них две всегда назначения, две миссии было. Это, ну, говорить о предстоящих событиях, а второе – это обличать грешников. И единолично, и в массе, там, народы или какой-нибудь типа РПЦ. Вот, и пророки этим занимались, царей, там, или кому угодно, любого патриарха что-то сказать, да. Вот, и к ним, как бы, с них спрос гладкий, что, ну, дурачок, и дурачок мало ли чем там несет. На самом деле он говорил правду, мог юродствовать, мог смеяться, когда надо плакать, плакать, когда надо смеяться. Ну, в общем, вот так вот. Ну, и Невзоров, как бы, смеется вместе с Гордоном, что, вот, как бы, Гуни выбрал, чтобы откосить от трибунала, от всех этих путей уродства, да. Поэтому, как бы, вот, я несу там обучение. Ну, и типа Невзоров говорит, да-да, молодец, что такой путь выбрал. Ну, как бы, относительно себя он, как бы, умный человек, да. Раз такой путь выбирает, потому что другого пути у него нет, кроме веселицы, да. Когда все это закончится, ну, и, конечно, все шутки и смех, а на самом деле, конечно же, Гуни, он не юродивый, он не псих, он не дурак. Вот, это абсолютно сознательный служитель сатаны, да. Я даже сегодня не буду говорить, что он там кагебист, да, что это человек абсолютно ни во что не верующий, что Бог этого человека, это власть, слава и богатство. Все то, что Иисус в пустыне отверг, да, вот, это полное, полное погружение и утопание во всех грехах мира, причем в ее массовых проявлениях. Вот эти люди, естественно, это просто правители огромной, транснациональной, межконтинентальной, религиозной финансовой корпорации под названием, рабовладельческой корпорации под названием РПЦ. Вот, ее БРПС назвать, русско-православная секта, ну и пусть там церковь, как угодно называется. Вот, конечно же, это все слуги дьявола, вот, и они прямо ему поклоняются, служат. Это именно те, да, белые пушистые пони, на которых восседает темный дух сатаны, искренний апокалипсис, первый самый всадник на коне. Это именно те, кому дано победить, да, говорить победить, это именно пропагандисты, неважно в какой среде, религиозные, нерелигиозные, да, общественные. Это слуги дьявола. Я уже, вы помните, записал вот такое видео, ангелы сатаны предыдущие. В принципе, я там все сказал, все ссылки я постараюсь добавить, если напомните, в подсказках, в комментариях. Ну, все вы меня на канале найдете. Там я, в общем-то, обо всех о них сказал, да, это начиная от самих, так скажем, всех этих Путлеров, там, Медведевых и всех этих Шойгу. Всех, в общем, и же с ними, дети дьявола, ну, и заканчивая всеми этими патриархами, Гундяевыми, Осипами, Ткачевыми, всеми прихлебателями, всей этой церковной псевдохристианской хунтой, военной, патриотичной. Вот, в общем-то, я всех сказал. Но я и записал видео, вы помните, о Путлере, да, конкретно. Ну, как видим, получается у меня такая. Тут одно видео обо всех сразу, о Путлере выделил. Ну, и сегодня, видите, удостоился чести саму Гуня. Тоже о нем поговорим сегодня. Вот, ну, итог я уже сказал. Все это бесовские духи, духи дьявола, духи смерти, духи злобы, духи ненависти, духи лжи на белых и пушистых пони. Кстати, его эта картиночка очень хорошо показывает, да. Черное облачение, тут белая такая, скуфияет или как она там у них называется, не суть важна. Вот, видео я вам сказал уже ставить не буду, а текстом зачитаю его речь. Она короткая. Говорит он это буквально сегодня, вот, 5 мая, я записываю ролик. Это было вчера или позавчера. Можете найти его речь. Ну, в смысле, я дам ссылку. Может, там есть полное выступление, мне до него никакого дела нет. Я его там бредни слушать не собираюсь целиком. Может, он там целую проповедь говорил. Это все говорилось, естественно, в храме. Всегда это все говорится на фоне. Вообще, очень лицемерно и блевоцко звучат все их нити речи где-нибудь в храмах на фоне евангельских каких-то событий, всех этих икон, там, расписных храмов, да. Иисус, который все это отверг, да, славу власти и богатства, который отверг все эти убийства и насилия. Ничего этого не делал, никаких ни революций, ни войн. Не защищал никакие свои рубежи и границы, о чем сейчас этот гуни будет говорить, да. Вот, все это, конечно, смотрится удивительно. Так вот, он буквально идет уже больше двух месяцев агрессии России, военной агрессии России против украинского народа. И что, и он тупо стоит и говорит, мы ни с кем не хотим воевать. Вы знаете, сзади только не хватает, ну, хорошо бы, чтобы он не на фоне там иконостаса все это записывал, аэрохромакея зеленого, и потом бы видеоряд пустить, что там Россия вытворяет на Украине. Да, это настолько было бы, идиотско смотрелось бы. Вот, но все люди, которые понимают все в мире, в общем-то, у них и так этот видеоряд в голове идет за ним, да. Вот, и все и так понятно. Мы ни с кем не хотим воевать. И почему я сказал, что ролик не столько Гундяеву будет посвящен, насколько той мысли, идиотской, которую он высказал. Ее уже высказали все, я говорю, начиная от всяких путлеров, и всех пропагандистов, и всех, неважно каких, я говорю, этих духов злобы на белых пони, во всех сферах этого всадника апокалипсиса, есть утверждение, лживое утверждение, что Россия, и он говорит, Россия, и дальше, я цитирую все, я давайте вам целиком просто прочитаю сейчас, мы ни с кем не хотим воевать. Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно. Какая великая и могучая, когда великая и могучая страна никогда ни на кого не нападала. Она только защищала свои рубежи. Дай Бог, дай Бог, да, даст тебе Бог обязательно, чтобы ты не унесешь. Что и до скончания века страна наша была такой сильной, могучей и одновременно любимой Богом. Сейчас мы эту речь разберем по косточкам. Начнем с этого идиотского, лживого утверждения, что Россия никогда ни на кого не нападала. Слушайте, тут уместно даже будет вот такая вот иллюстрация, опять добавил. Сейчас же у нас Путлер, олицетворение России, да, лицо России такое. Очень хорошая иллюстрация, да, он такой святоша, я его поэтому ставлю. Вот. По поводу утверждения, что Россия никогда ни на кого не нападала. Я говорю, слушайте, надо быть вообще, знаете, я вот с людьми когда так общаюсь или вижу, еще давно это замечал. Люди, ну ладно, слушай, не надо быть там супер профессорским образованием. Но все-таки в жизни надо чем-то интересоваться. Сейчас, конечно, я не буду такие пафосные кидать эти, что в школе не учились. Да я сам не особо-то учился. И школа наша идиотская, с тем образование вообще в мире идиотское. Как раз от слова идиот. Казалось бы, образование должно делать человека не идиотом, а умным. Нет, она делает из него идиота. Потому что то, что преподают в школах, те знания, они преподаются не вовремя, не тем зачастую, не так, не теми людьми, там, да, и все прочее, прочее. Нам интересно, со всей этой оценочной системой, вот, она никому не нужна, эта оценочная система. Вот, она лишь порождает разделение, ссоры, раздоры, да, и прочие вещи. По поводу той же самой истории. Я говорю, конечно, что это там в школе, да я сам не особо интересовался, я говорю, как ее подавали, и зачем ее подавали. Нужна ли там подростку седьмого, восьмого класса, там, это Великая Отечественная война, или вообще история Руси. Он еще ничего не понимает, он что, мир видел? Да, все это, конечно, чепуха, но дело в том, что когда вы действительно возрастаете, да, приходите седьмой, восьмой, мне даже не столько нравится в классах говорить, сколько в возрасте лучше измерять. Но вам наступает все-таки шестнадцать, уже, грубо говоря, все школы заканчивают, да? Ну, уж лет в двадцать-то, я говорю, поэтому сейчас речь-то не о молодежи, я не с нее спрос веду, да, а со взрослых людей. Ну, грубо говоря, двадцать плюс. Потому что я в двадцать один уже институт закончил, и действительно вот с шестнадцати, я всем, я в школе тоже, я говорю, я плохо учился, так скажем, потому что все эти знания никому не нужны, ты не понимаешь, зачем тебе их в голову вдалбливают, тебе прям за уши берут, и с ноги туда такое ощущение, что эти знания просто вталкивают, зачем они тебе, а ты, как любой нормальный человек, этому всему противишься, всему инородному, зачем тебе это, тебе сегодня не нужно. Человек должен потреблять ту информацию, которая нужна ему сегодня, до которой он дорос, который стремится, которого интересует. Все, что в мире человечество должно делать друг для друга, доступность информации, это да. А дальше берет каждый сколько хочет, сколько считает нужным, но, действительно, другой вопрос, что как ты, возрастая по телу, по уму, по человеческому развитию, Бог так создал, да, не возрастаешь душой, как говорили многие святые, да, вот, и здесь то же самое, конечно, я говорю, там, с молодежью спрос какой, а вот то, что человек уже взрослый, это я даже, тут хотя понятно, что слово молодежь, и мы 16 молодые, в 20 еще в 30 молодежь называют пару людей, ну, вот я вам, как бы, возраст озвучиваю, да, то есть, конечно, в 16 ты уже, наверное, ты, как бы, особенно, по крайней мере, в России заканчиваешь школу, да это везде так, плюс-минус что-то, ты начинаешь другими вещами интересоваться в жизни, ты взрослеешь, у тебя половое созревание проходит, это все взаимосвязано на самом деле, многие идут уже зарабатывать, вот, я не смотрю на то, что вырос в городе, все лет ты вообще там начинаешь с детства работать, родителям помогать, но даже в городах, вот я в городской вырос, да, в 16 я поступил в институт, пошел работать сразу, да, я все 5 лет института работал, ну, понятно, где-то увольнялся, там на сессию, еще что-то, где-то пробилки-то были, ну, всегда старался работать, да, где-то как-то там по сменным графикам, ночами, вечерами, где-то в полно, в полные только плавающие графики, поэтому институт много пропускал, вот, но все-таки, и ты интересуешь другими вещами, именно в институте я стал читать, я в школе не читал тоже ничего, там, что-то по литературе там давали, эти бредни летние, никогда я там ничего не читал, да, всю эту историю меня не интересовало, там, я ее тоже там с двойки на тройки учился, да, но когда я, вот именно меня перестали с ноги это запихивать в голову, вот я сам после института, я говорю, работы разные были, были где-то и активные, в том плане-то весь день там пашер были, типа сидячих, там сторожей, охранников или там, ну, разные были даже, так скажем, рабочие специальности, но ты там, есть момент, где можно уделять, и я стал от свободное время, тем более, это я рассказываю, времена, когда еще не было смартфонов, интернетов, представляете, я такой старый, что это застал, вот, тогда действительно информация была, это печатная продукция, книги, журналы, там, что-то такое, да, я стал читать, вот, я стал интересоваться всякой литературой, впервые тысячи лист, тысячестраничный роман прочитал, просто какой-то мне вообще попался, я не помню, или я где-то книжку увидел, ну, так, лежал на работе у кого-то, я решил прочесть, я его проглотил вообще, «Алхимика», я помню, тогда прочитал, там, «Сто катастроф мира», что-то такое, как с этого, я так и вспоминаю, у меня с этого началась такая, можно сказать, любовь потихоньку к чтению, тогда не к религиозному, да, до покаяния, до явления мне Бога, вот, потихоньку, конечно, потом и в это переросло, но вот тогда я стал читать, да, и вот история та же самая, потихоньку, по-разному, я говорю, более интересные какие-то книги, не сухие, а вот, я говорю, там, «Сто катастроф мировых», да, каких-то еще там с Помпеев, вот, что-то такое, я стал интересоваться, я говорю, причем, как видите, разносторонний, и роман могу прочитать, оказывается, их очень интересно тоже читать, большие, тем более, и детективы там, и типа алхимика вот такого вот Павла Каэля, вот. А, естественно, когда Господь не открылся, ну, тогда я уж рассказывал, я вообще стал каким-то, как говорит, заумным, я в семинаре несколько раз поступал, поступал с отличием, просто не оставался на очных, так я все это рассказывал, кто меня знает, вот. Вот, и причем поступать для меня не было сложности, я ничего уже не готовился, можно сказать, я все это и так знал, потому что я до поступления уже несколько лет все это глубоко изучал сам для себя, да, вот. Вот, и, конечно, когда я особенно, вот, Господь мне открылся, я покаялся, тогда вообще я полностью изучил историю, начиная с Библии, потому что это, прежде всего, историческая тоже книга, и она не только евреев, там хоть потом в серединке, так скажем, Ветхого Завета все это к евреям и сводится, но это историческая книга о сотворении мира, поэтому это книга всех времен и народов, да, ну и пошло-поехало, да, то есть все, что можно было, все, так называемые языческие традиции я стал изучать, все это культуры, все эти мировые известные писания о том, как, что, творение мира, тоже не только по Библии смотрел, вот, и всю историю, историю мировую, и церковную, и не церковную, историю России, в частности, потом изучал, вот, конечно, для меня многое стало открываться, это был отличный путь, да, вот, и поэтому, знаете, вот это вот, вот я, я, когда это из уст не религиозник, не вот, не религиозник слышал, конечно, мне все время казалось, на какого идиота это рассчитано все, ну, тут еще и теперь Гуни подключился, ну, понятно, он и до этого уже, я там, он сам начал одобрил, ну, понятно, ты, вообще, я не знаю, что об РПЦ стоит говорить, вот, иногда уже просто от этого всего, не знаю, от этой тошниловки, что людям говорить, если все на, Иисус прямо сказал, все, судите по делам, ну, все на виду, что тут говорить-то, да, это дьявольская секта, ее адепты, это сатанисты, это тут и говорить больше нечего, все понятно, как белый день, да, вот, и вот по поводу России никого не подал, я вам всю историю теперь рассказывать не буду, я вам так, в общем, сказал, кому интересно, тот начнет все это изучать, интересоваться, сейчас есть YouTube, ну, можно какие-то ролики посмотреть, неохота вам там читать, можно что-то послушать в аудиоформатах, сейчас что только нету, да, если вам прям что-то там читать скучно, можно, вот, как я вот говорю, найти таких людей, кто историей занимается, рассказывает, вот, я просто кратко скажу, чтобы, вот, аргументировать этот бред, что Россия ни на кого не нападала, то, что такое Россия, с каких пор ты это Россия стала, те же самые, ту же самую цивилизацию в том виде, в какой мы ее видим сегодня, там, разделенные на конкретные страны, там, это же, во-первых, это все менялось, и все это, когда имеет, поимело тот вид, который имеет сегодня, да, Россия точно такая же, как и Украина, как и Европа, даже возьмите Европу, ту же самую, Германию, любую страну, Франции, Англии, да, когда-то это мелкие княжества были, точно так же и в России, было московское княжество, новгородское, это вообще, это я не, что там вообще до этого было, это одному богу теперь известно, да, это мы так берем, там, тысячу лет назад откручиваем, и хоть какие-то там есть данные, документы, писания, да, что там было, это были вообще отдельные княжества, там, московское, новгородское, псковское, рязанское, ростовское, кубанское, там, краснодарское, вот это, но я это много, даже современным языком говорю, да, астраханское, вот это все, туда-дальше все это, все это вообще, и эти княжества друг друга резали с удовольствием целыми днями, испокон века, режут друг друга, другу то же самое, киевское, вся Украина точно такая же была, вот, и все друг друга резали, каждый год походы друг на друга, более того, когда они стали так называемыми православными христианами, когда некий князь этот Владимир, черно-солнышко, да, чадо-дьявол, так называемую Русь крестила, да, и потом-то его детишки что делали, да продолжали еще тысячу лет вырезать друг друга, да, ходили на поклон, когда тогда к Мамаеву на татаро-монгольское иго, и по дороге резали друг друга, один, там, новгородец идет мимо ростовского княжа, причем свои, там все брать, еще от Рюрика, еще от, да, от Владимира, там все родственники, идет на поклон этот его долбит, да, пока он идет, да, с дружиной, посмотрите, как это все было-то, вот, поэтому что такое Россия-то, да, и причем посмотреть на все эти бойни у них, на все даже картинки, которые художники великие рисуют, а они правду, они там, может, и патриоты, но им деваться некуда, они правду рисовали, одни идут с хоругвиями, там, ликом Христа, да, нерукотворного, другие с ликами Богоматери, ну, там и Христос был все вперемешку, и идут друг друга рубить, да, за веру, за отца, за отечество, за царя отечества, вот, поэтому кому вот это вот дерьмо в голову вкладывать, ну, идиотом, да, таким, как я, конечно же, Блевокина, она никогда, да, не войдет. Вот так вот, поэтому, что такое Россия-то, да, вот это Россия никогда не на кого нападала, да, на друг друга резала, кто Россия, Княжеско-Новгородск, который был сильнее московских много веков, да, или кто, и резали друг друга, я говорю, только в путь, только дай, каждый год нападали, там, год, два, три, пятилетка пройдет, сил наберутся, и давай друг друга месить, сжигали дотла все города, деревни, поэтому я чисто накидаю, вот так вот, моментами, да, я уж молчу про всю историю человечества, я говорю, начинает Библия, когда Каин Авель убил, да, о чем тут говорить-то вообще, Россия никогда никого не нападала, слушайте, даже, вот это, знаете, истина, она везде вот так проскальзывает, Иван Васильевич меняет профессию, казалось бы, комедия, что там царь-то этот Иван Грозный говорит, вот это абсолютная правда, его спрашивают, Шпак там квартиру храбил, брал, что у него, да, он говорит, сидит, Астрахань брал, Казань брал, Шпака не брал, слушайте, хочется сказать, у кого хоть какие-то мозги остались, вот это вот территория России современная, шестая часть суши, она каким образом появилась, да, это московское княжество стало настолько святым и благочестивым и благополучным для жизни, что все вдруг побежали частью Московии становиться, вся современная территория России, шестая часть суши, получена посредством слез, крови, захваченной мечом и огнем, причем порой под корень, истребляемыми коренными народами. Такие, так называемые, походы военные всегда были во всех государствах, и они шли не защищать свои рубежи, они шли захватывать соседние территории. Астрахань какое отношение к Москве имела? До нее еще в древние времена дойти надо было, а Казань современная, сколько надо было протопать? Все вырезали, сколько крови было пролито. Это был самый настоящий гипотонцид, такой же фашизм. Был он издревле, сейчас Ивана Грозного они там хотят канонизировать, эти РПЦшники, дети дьявола. Да, конечно, канонизируют, а че? У них и так там 30% воинов, 30% царей, все эти убийцы, кровопийцы. Какая религия такая, такие ее адепты. Вы посмотрите, что из них сделали, какую быдло массу. Они такие есть, тупые, бессердечные идиоты. А что делали с Якутией? Вы посмотрите, как вот все это шло до севера и туда, на восток. Там никто не собирался к каким-то там славянам. Они даже, вот именно, это абсолютно другие народы, у них там другая культура, все другое. Каким образом это все было захвачено? Только мечом и огнем. Россия никогда не на кого нападала. Господи, думаешь, какой идиот это говорит? Да вон он у нас, во все глаза перед нами. На кого это рассчитано? Вы знаете, хочется сказать, какое неуважение и презрение к своей так называемой пастве, по сути, к своим адептам. Ну, вопросы риторические, мне на него ответ можете в комментариях не писать. Какое может быть уважение к культу лидера, да там, лидеру культа к своим адептам? Да, конечно, никакого. Для него они просто, да, бодлятина, которую надо дойти и стричь. И как мясо на бой не посылать. Все, там, про какое-то уважение-то я так и тариторический, конечно, вопрос. Такое произносить, вы знаете, нормальный человек бы, да, вышел бы из этого храма, выключил бы телезы, больше никогда бы дерьмо не включал бы, никогда бы в эту секту не появлялся. Сколько меня за эти годы пытались переубедить? Да нет, ты секта-то ничего, там, православие, протестанты или старобрядцы или католики. Старобрядцы, в лице своего патриарха точно так же поддержали, точно так же за это топят. Чем они отличаются? Ничем. Вот, поэтому, конечно, какое уважение? Нет, вас просто считают за дерьмо, за тупое дерьмо, тупое, бессердечное дерьмо. Все, что от вас нужно, бабки, да, поклонения, чтобы вы там песенки пели, руки жопы целовали. Вот, ничего, кроме вас ни за кого не считают. И вы все это поддерживаете, все вы, кто ходите, там, якобы, что-то там причащаетесь, молитесь. Да, ваша секта все это поддерживает, всю эту бойню, проповедует эту бойню. Вот, это очень важно. Поэтому, то, что Россия никогда ни на кого не нападала, это такая чушь. Даже это слушать дерьмо ни в коем случае нельзя. Уж тем более воспринимать, уж тем более дальше передавать. Ну и к современности, слушайте, Вторая мировая война. Насколько надо быть тупицей, я говорю, невежественным, вообще ничем не интересоваться. Вся эта Великая Отечественная, все эти, да, победы великих отцов в той войне, победы фашизма, слушайте. Ну, откройте книги, послушайте умных тогда людей, поинтересуйтесь, я говорю, хоть каким-то форматом, каким вы способны воспринимать. Да Сталин с Гитлером за несколько лет до этой так называемой Второй мировой, там, Великая Отечественная, как хотеть Вторая мировая, она в общем. 7 лет Великая Отечественная для России 5 лет, там, Вторая мировая 39-й, 45-й, Отечественная для России якобы 41-й, 45-й, на 2 год позже. Да они до этого, пожав друг друга в ручки, Гитлер со Сталином, Польшу поделили ровно пополам. Оба, оба считают, что поляки это не народ, точно так же, как сейчас украинцы, да, а земля им не принадлежит, да, и они просто поделили и все, и захватили. Просто, как она ни на кого никогда не нападала, хоть сказать, Гуня, ты что, идиот? Нет, он не идиот, он не идиот, он не юродивый, это сознательный лжец, отец дьявола своего, отца лжи, и сам он лжец, идеальный сынок и ученик своего господина. И после раздела этой Польши, когда мне там рассказывают про великих советских воинов, да, как они там фашизм победили, что они защищали родину, да. Я говорю, слушайте, это же великая красная армия с этими же солдатиками якобы хорошими, не насильниками, не убийцами, а вот просто защитниками своей родины. Они за несколько лет до этой, так называемой уже войной с Германией, которая вроде как, да, оборонительной была, они за несколько лет до этого напали на Финляндию, положив там просто десятки тысяч солдат. Заглохнув там, да, потому что финны, конечно, зубы-то им там пообломали, вот, сколько людей. Для Сталина люди это мясо, там миллионы, им вообще ничего не стоит, они вообще своих адептов, вот, как религиозно, они вообще не считают это. Ленин правильно писал, ну, потому что они, в общем-то, сами себе придумывают. Лес рубить, щепки летят, это он о людях там писал, ну, о революции. Так, такой образ дал, да. Ну, кто, кто? Это та же самая. Или что, за несколько лет там другая Красная Армия появилась? Нет же, Красная Армия вчера на Финляндию нападала и вырезала финский народ. Она самая, она самая, она самая поделила Польшу, да, с Гитлером, с Германией, и она самая напала на Финляндию. Она самая, руководство, все эти солдафоны, да, ну, и весь, при поддержке всего тупого народа, как всегда, бессердечного. Ну, насколько надо быть тупым и необразованным и бессердечным, чтобы вот в это дерьмо поверить? Ну, вот насколько, меня удивляет. Слушайте, я говорю, ладно бы мне написал бы, или я бы слышал это, видел какой-нибудь пост в интернете там. Ну, видишь, что парень, девочка молодой, может, там, 13-15 лет, 18, хорошо, до 20 я еще такую планку, не знаю, хотя 20 уже, человек уже, я говорю, я в 21 институт закончил. Не знаю, ну, до школы, ну, и там же не сразу все, знаешь, ну, хорош, до 18 лет где-то, я бы еще понял это. Уже после бы, не знаю, когда взрослые люди, 20 плюс, вот в это вот все, верят, репостят, сами говорят, это вообще, это прямо говорит, что человек этот не идиот, не еродивый, нет. Это темная душа. Вот так вот. Ну, и слушайте уж, современность-то, ну, быстро пробежимся. Югославия, Афганистан. Вообще, с чужой государством, к вам никакое отношение не имеет, то же самое. И что у вас там получилось? Много чего получилось? Никогда никому нападали, да. Понятно, там, я Афганистан не оправдываю, но вы-то что туда полезли? Что вы сделали? Ничего. Ничего. Просто куча людей положили там и все. Ничего не сделали. Американцы то же самое, я их не оправдываю. Что, лучше то же самое, то же самое. Там они как живут, так и живут. И пусть живут в своем дерьме. Ну, скажите им слово доброе. Всех, кого беженцев, этот принцип я все время говорил и председал. В тех роликах, что, пожалуйста, вы хотите спасти каких-то людей? Донбасс, Афганистана, Югославии, Чечни. Сейчас мы до нее доходим, да. Пожалуйста, предложите людям лучший мир. Пусть сами едут. У вас есть деньги вести войны? Это миллионы, миллиарды долларов. Дайте эти деньги людям. К вам побегут. Да, оттуда. Чечня. Чечня отличается от того, что было в Кремле, в Украине в 2014 году. Ну, какие-то регионы, тем более там все это было связано с этим присоединением к Евросоюзу. Ну, там не присоединение, кто знает всю эту историю. Там, да, со всеми этими договорами с Евросоюзом и так далее. Вот. И все, 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 то, что там это Янукович не захотел, не захотел. Не суть важна. Да, кто-то куда-то хочет, кто-то не хочет. Хорошо. У них там... Я не за насилие. Я против Майдана как такового, что там кто-то начал в кого-то стрелять. Да, если кто-то начал провоцировать спецслужбы. Понятно, если бы там были нормальные люди, которые вышли на мирный митинг, ничего бы не стали делать. Да, все было бы по-другому. Никогда нельзя применять насилие. Это факт. Ты можешь, ты должен высказывать свою позицию. Отставить в жизни правду, истину. Но ни в коем случае не делать это насилием. Вот и все. Полагать свою жизнь, пожалуйста. Пусть тебя рубят, долбят. А ты стойте. Делайте это столбом. Толпой. Всех все равно не забьют. Хочешь положить свою жизнь? Пожалуйста, за истину. За любую, которую... Истинна, в смысле, одна. Ее проявлений в разных сферах жизнедеятельности человека много, да? Ну, пожалуйста. Я всем привожу в пример, как Индия избавилась от английского ига, когда была колонией. Буквально 50 лет назад, я смотрю, видео, посмотрите. Как они толпой шли, их прям вот так долбили палками по черепу. Ломали голову, кого-то убивали, кого-то инвалидом делали, кого-то калечили. Ну, они шли этой толпой, прям рядами сметали эти полицаи. Ну, там полицаи-то армейская, в принципе, она же под внешним руководством была. Поэтому там что полиция, что армия. Ну, и там и была армия, да? Ну, в концовке-то это было во времена Махатма Ганди. В общем-то, он был этим лидером. Вот казалось, вот Махатма Ганди достойный лидер такой духовный был страны, причем политически. Он и проповел принцип ненасилия. Когда там Путин что-то про Махатма Ганди заикает, что ему поговорить не с кем хочется, честно, в лицо ему плюнуть. Да, какой ты с Махатма Ганди рядом не сидел, а он бы с тобой бы не сел. Да, он действительно проповедовал эти принципы. Он когда хотел что-то доказать, он в голодовку ходил. И у него не было ни самолетов, ни вертолетов, он бомжом был. У него кроме одного полотенчика, которое на нем висело, ничего не было. Да. Тебе поговорить, тебе и поговорить с ним не о чем. Ты знать не знаешь такой жизни. Да, может там есть небольшие недочеты и есть куча сплетен про него тоже. Но в общем, честно, у меня к Ганде, конечно, большое уважение. Не важно, что он там христианство в полноте не принял. Но он основные, он может по плоти его не принял. Да неудивительно, вот эти секты что ли принимать. А жизнь-то он принял это. Именно он вот это проповедовал. Он и хотел это свергнуть до индусской иго, потому что это тоже неправильно. Да, но как он это сделал? Ненасильственным протестом. Полаганием именно жизни своей. Да, свое здоровье, свободы. Вот. Именно так индусы и свергли это. Да, потому что британцы поняли, что у них два варианта. Либо всех забить просто до смерти и все. Либо действительно оставить их. Вот так можно, пожалуйста. И то, что на Украине было, ну где-то полыхало хорошо. Они решали свои проблемы. Да, решали тоже неправильно. Точно так же решали, как и у нас. Дубинками забить всех. Вот. Я тут Украину не оправдываю. И вы все знаете, для меня все равно все эти внешние. Да, сейчас она в роли жертвы. Тут я тоже, вы знаете, на какой позиции. Это понятно. Но они, во-первых, не в ответе. Никто не в ответе за вину отцов. Это раз. Поэтому страдают много, естественно, людей. Вообще ни в чем не повинных. Вот. Во-вторых, тогда, когда там, естественно, да, кто-то не хотел в Россию. А кто-то не хотел в Европу и так далее. Да. И мирными протестами, и мирными разговорами могли сколько угодно все это. Да. Что те, кто стали немирно, наоборот, даже Януковича свергать неправы. И те, кто стал это немирно погашать дубинками и автоматами, тоже неправы. Все неправы, кто истину пытается навязать силой. Да. Это ни в коем случае делать нельзя. Кто пытается зло, зло, даже зло, злом победить, он уже становится неправым, потому что он такое же зло. Тут уже в одной фразе все. Зло, злом побеждаешь. Ты зол, значит, это не истина, это не добро. Вот. И поэтому, конечно же, но опять же, что бы там ни было, Россия-то какое к этому отношению имеет? Да, имеет. Какой? Если бы ты был великим святым человеком, и твой народ, твоя страна, и ты считаешь себе, что ты имеешь отношение ко всему миру. Да, хорошо, но я уже сто раз говорил, как ты должен был себя проявить? Да всем этим жителям Донбасса, да, надо было туда не войска свои, да, без ярлычков посылать и всех там этих бандитов, да. А просто, если бы ты действительно был святой человек, вот этот, да, Путлер, там, и вся Россия, и все руководство, и весь народ, бы он сказал, да пусть к нам приезжают. Да они бы сами переехали, да. Я говорю, на те деньги, которые сейчас на войну тратят, с каждым можно было дом построить, да, еще до конца жизни бесплатно можно было не работать. На те деньги, которые уже там потрачены. А еще будут потрачены на восстановление всей Украины. На этом можно было весь Донбасс, как я уже сказал, вот, прям по соседству. В наши, да, черноземные земли, если точно такие же, какие у них, тут 100 километров, господи, между нами в одной полосе. Люди что, не переехали бы, вы бы им дом дали бы, они побежали бы. Вот так вот. Поэтому с Чечней было то же самое. Во времена всех этих 90-х, когда все страны СССР стали каждый независимым обретать. Но одно дело странно, а тут вроде какая-то Чечня, не страна, вроде как регион. Да, я тоже захотел отделиться. Кто знает, что в России было с Чечней. 10 лет кровопролития ужаснейшего. К чему добились? Ничего. Ничего, ровным счетом. Путин прекратил Чечню? Нет, он просто сказал, ну хорошо, вот вам свобода. Просто свобода, единственное, сказал, просто убедил, просто ему повезло. Так скажем, что он нашел такого же. Сказал, слушай, зачем вам это? Да вы и так, я вам все отдал. Мы знаем, как Чечня себя ведет, ее руководство и все. Они и так, они именно потому, что им эта независимость Путин и дал. То, за что 10 лет, так скажем, кровь проливали, то, что Ельциным не дал. Путин им просто дал. Просто он сказал, ребят, чтобы у меня было все хорошо, давайте вы формально останетесь. Так вы будете делать, что хотите. Я к вам вообще, никакого отношения мы не лезем. Вы полные беспредельщики, в плане там ментов. Никто из нас, вас трех не будет делать, что хотите. Ваш регион и в мир можете транслировать все, что хотите. Да, и все. Он им и дал эту свободу. Но 10 лет оттуда шли грузы 200. И там были грузы 200, эти так называемые. Что вы сейчас лезете? Знаете, смешно, когда лезут в Украину, когда сами собственных чеченцев вырезали. Это просто лицемерно все выглядит. И лживо. Поэтому Россия никогда ни на кого нападала. Да, а вот ты на Чечню напала. Сама на себе. Если уж ты такая часть. Сама себя режешь. Ты своих не щадишь. Что же говорить там об этом? Ну и сейчас Украина. Российникова. Вот он стоит, за ним только хромакей не хватает. Со всеми этими насилиями, убийствами. А если бы еще все, что действительно не то, о чем только говорится. Если бы все показано было. Всех этих мародерствах, насилиях, убийствах. Это бы вообще отвратительно. Но все это на суде будет Божьим показано. Вот так вот. Поэтому по поводу этого утверждения, что Российникова, это настолько идея. Это я говорю, это полное неуважение. Ну а какое может быть уважение дьявольского лидера сатанинской секты к своим адептам? Да и конечно никакого. Поэтому говорить публично о том, что Россия никогда ни на кого не нападала, это надо быть полным идиотом или кем он не является. Ну как сегодня добавляем юродивым, таким он тоже не является. Все шутки, прибаутки. Или прямым слугой дьявола. Он все прекрасно понимает, он не дурак. И по поводу РПЦ еще расскажу. Особенно в современном мире, в современных реалиях и событиях. Все, кто... Заметьте, ни один поп, ни один не высказался против войны. Ни один не топит против неправды и за правду, за истину, за любовь, за добро. Один, который там где-то, вы знаете, там у себя на сайте в сельском храме там что-то выложил. И якобы сам воно сказал, его сдали собственные прикажане. Я посмотрел потом с ним интервью. Кто-то или инсайдер кто-то взял, у него такой 10-минутный. Знаете, все это выглядит как всегда. Он ни рыба, ни мясо. Уже. Но он это сделал, ну сказал, ну бомбанул его. Может он вообще спохмел об этом говорил. Я не знаю, папа любит прикладываться. Когда уже интервью брали, он что, он пойдет против культа? Он их всех обличит? Нет. Нет. Я говорю, я посмотрел это интервью, и оно просто отвратительное. Нет. Это все как всегда из пальца пытаются высадить. Ой, какой он там великий поступок. Ну, кто-то, я не говорю, все. Многие понимают все. Я имею в виду заголовки обычно как-нибудь там вот там что-то. А потом посмотришь, почитаешь, что он там. И то, знаете, это вот это я против войны. Мы там просто славянские братья. Я говорю, их там бомбит по какой-то мелочи. Об истине они не радеют. Они не знают, что такое истина. Истина – это любовь ко всем. Славянский там мир, не славянский. А китайцы завтра пойдут, как аренды. С китайцами все хорошо, лишь не славяны. Можно вырезать будет тогда налево-направо. Ведь многие против войны только потому, что это война с Украиной. Якобы там славянским народом. Потому что, как говорят, вот именно 30% населения, хоть там во втором или третьем, но обязательно поколение, или где-нибудь там край левой руки, есть родственник там в Украине, да, какое-то родство, какая-то линия и так далее. Потому что действительно мы тут все пересечены. Вот. Только поэтому. Я говорю, а возьми чуть дальше, и все, а-то да. Вы заметьте, если с Украиной такое идет, и посмотрите на реакцию народа, вы представьте, что будет, как было с теми же самыми финнами, там, представьте, что будет сейчас, если какой-нибудь там с Китаем, да, там вообще ни жалости, там ничего не будет, и там вообще и правды не добьешься. Там вообще людям что-то сказать, что это плохо будет. И тут с Украины режут. Я говорю, агрессивная война односторонняя, да. То уж когда там начнется с кем-то, как они скажут, там, язычниками, я просто от этих же все это слышу, да. А, вот тут нельзя. Если бы это был Китань, прям-прям-то, говорят, это другое дело. А тут-то вот, там-то, да, неверцы, атеисты тоже, да, язычники, грешники, а тут-то вот славяне православные. Все, вот у них риторика. И по ним все понятно. Истина они не знают. Вот так вот. Поэтому заметьте, не один поп, более того, в том ролике, вы помните, я прямо перечислил уже все себя. Война всех обличила. Осипов, Ткачев. Ну, это вообще самые бесноватые, понятно, там, да. И прочие, там, я тогда три ссылки дал. Вот, это вообще кто топит. То есть, это вообще на стороне сатаны. Но и молчаливо, как Аренция, точно такое же участие. Заметьте, не один, это полностью дьявольская секта. Вот, казалось бы, что уже, где дно? Самый страшный грех – это прекращение жизни. Потому что Бог есть жизнь. Это начало. Ты прям рубишь на корню. Они там, якобы, против абортов. Господи. От вас сейчас любое слово настолько блевоцко выглядит тошнотворно, что хочется просто блевать на физическом уровне, когда слышишь любую проповедь, якобы, там, о чем-то добром и светлом. Вот она, планка. Вот оно дно. Не убей. Ну, не по Моисею, конечно. Моисея там не убей, но, да. Не уважаешь маму с папой, задолби его камнями. Не убей, но изменил жене. Изменил и мужу, там, забей ее камнями. Не убей, но палочки в субботу собрал для костра. Забили камнями. Это все, конечно, не убей. Не Моисеевская. Я имею в виду настоящий. Не убей. Действительно, что прекращение жизни – это вообще богоборческий акт. Абсолютно сатанинский. Это прекращение жизни. А бог есть жизнь. Поэтому, конечно, о чем тут говорить-то? Все, кто в сектах участвует, молитесь, причащайтесь. Мы заканчиваем чем? Его идиотской фразой, речью и мыслями. Ну, идиотскими вы понимаете уже, в каком смысле я говорил. О том, что он сказал, дай бог, чтобы мы до скончания века страна наша была такая же сильная, могучая и одновременно любима богом. Страну нашу бог ненавидит. Вашу, вернее. Я вообще не русский. Я всем говорю, меня не относите к этому. Я ненавижу эти разделения. Мне до лампочки русский, китаец. Различия. Если бы еще люди этому не продавали, то, знаете, что такое русский-то? По этносу. Да в нас какая-то в каждом кровь не течет. По паспорту. Да смешно. По паспорту разделять людей. Я, причем-то, когда рождаешься, ты же не выбираешь эту страну даже. Ты просто в ней родился. Тебе просто мама с папой записали. Да. Они граждане этой страны. И так все это с нежным комом и катится. Ты не выбираешь ее даже. Ты не выбираешь ее лидеров. Они якобы меняются там. Якобы добровольно, недобровольно. Там как выборами, невыборами, захватами, преемством, наследством. Ты вообще никак не можешь на это повлиять. Кто-то эти границы там отчертил. Сейчас вот захватят больше, потом отожмут. Будет меньше. Вот это все знаете. Наша страна там. Я говорю, где эта Россия? Это когда она эта Россия была? Я говорю, сегодня СССР. Все дружбы народов якобы. Все в этот мир лжи. Завтра идут резать друг друга те же страны СНГ. Чего же все русские побежали-то, когда развалился Советский Союз? Все в один голос говорили, что ненависть была к русским во всех странах. Странах, республиках, так называемых областях этих. Вплоть до физической угрозы. Не только здоровью, но и самой жизни. С расправами. Где же это сразу любовь народа вчера, которая с трибун с высоких пелась? Вот так вот. Поэтому Бог, конечно, не любит. Бог ненавидит зло, потому что Бог есть абсолютная любовь. Ну и то слово ненависть, вы понимаете все это в кавычках. Где Бог, там любовь. А где любовь, там есть Бог. Никакой любви Россия сейчас и никогда никому не проявляла. И, в частности, сейчас проявляет ненависть к украинскому народу. Вот и все. Поэтому никакого Бога с вами нету. Вы дети дьявола. Все ангелы, вы сатаны, вестники его. Злобы ненависти и сущности. Никого Бога в вас, в ваших капищах нету. Иисус сказал, тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Бога Небесного. А вы тьму провозглашаете, поглощаете все, потому что дела ваши злые. То есть вы хотели добро, я говорю, с тем же самым Донбассом. На те миллиарды, которые потратили, на те деньги, которые Россия потеряла всеми экономическими санкциями. Из Донбасса, если бы их вбухать, какую-нибудь территорию сделать, на территории Черноземья, Воронежской области, там весь Донбасс бы поместился. Тем более, там не весь-то, а несколько сел-то, делившихся. Из них можно было 25 мазков сделать, наверное, в прямом и переносном смысле слова. Вот так вот. Так что все это бред, все это дерьмо. Ни в коем случае не потребляйте его, будете болевать дальше, чем видите. Вот так вот. И все это вам в жизни плохо кончится. Живите свято, праведно, провозглашайте истину, не соглашайтесь никогда на зло и говорите о неокружающем. Не будьте пустыми. Есть соцсети, публикуйте что-то, распространяйте. Не думайте, что моя риторика, язык какой-то очень грубый, он абсолютно правдивый. Вы знаете, эти елейные речи произносить. Слово дерьмо, оно, ну говно, какое вам еще над слово. Просто правда, именно поэтому так неприятно это звучит, а потому что это так и есть. Ну кто будет есть дерьмо? Нормальный человек не будет. Но это дерьмо едят. Это дерьмо изрыгают, вот такие вот дети дьявола. Это дерьмо потребляют. И вы знаете, то, что я говорю, их обличаю, это дело любви моей. Сколько зла они приносят. Сколько зла принесли они вот сегодня. Ничего они не сделали жителям Донбасса. Они жили в дерьме. Вернее, они жили, конечно, хорошо до 14-го года. Несмотря на этот внутренний конфликт, они бы там сами разобрались. То есть, так же, как все с Чечнью разобрались в концовке, я говорю, и сейчас она там процветает и живет на деньги. Как сам, в общем-то, Кадыров и говорит, что на деньги России. Вот, шикуют они там и веселятся. Ну, люди, да. Тут я уже не с каким-то этим, что русских, не русским делал. Не в том, что действительно. Сам говорит, что живут на датарцах. Че ж вот тогда, раз такие тоже герои, это им хочется сказать, ну живите на свои-то, да. И вот то, что сейчас и Россия делает, ничего она хорошего не сделала ни жителям Донбасса. Они уже 8 лет в говне живут и дальше будут жить еще в большем говне. Сколько страданий и зла народу Украине. Кто убит, покалечен, изнасилован, потерял свободу, уехал. И что с русскими происходит? Люди потеряли работу, деньги, точно так же здоровье, свободу, жизни. Все страдают, все страдают. И у этого есть, у этих страданий есть конкретные люди, лидии. Ничего просто так, зло, оно не просто летает в воздухе, оно на чем-то восседает. Оно имеет материю. Вот это материя. Одна из них у вас на экране, вторая и т.д. и т.п. далее по спискам. Все вот эти носители этого зла, их лица нам известны. Их надо обличать, это надо всем показывать, об этом надо говорить. Может быть они покаятся. Вера от слышания, слышание от слова Божьего. Как уверовать, если не будет говорящего? Это очень важно. Как покаяться, если не слышать это? Кляну Креститель, когда шли лицемеры креститься, под дурачка косивший, такие же еродивые, он им кричал, порождение ехидны, змеи, кто внушил вам бежать от будущего гнева. Или думайте избежать, не избежите. Это очень важно. На этом у меня сегодня все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok